На Украине время новых рекордов. На этот раз в хоровом пении. Восемь с лишним тысяч человек пели на площади в Киеве Бандеровский марш. Предыдущий хоровой рекорд был зимой 14-го. Тогда на Майдане пело одновременно 1100, как минимум. Раз в 10 больше, чем сейчас. Так в чем же рекорд? Тогда пели другие слова. Шенни, Вмерла, Украины и Слава и Воля. То есть Слава и Воля Украины еще не умерли. А накануле пели гимн бандеровцев на Европейской, заметьте, площади. Как тут еще раз не задаться вопросом, умерли или нет Слава и Воля? Ответ на него искала моя коллега Валентина Соловьева. Слава в Украине! Героям Слава! Лозунгом боевиков УПА глава раскольника Филарет приветствовал свою паству. Слава вашей! Слава! Вот так речевку из Усть Филарета после молебна подхватили радикалы. За Соборну, Украину, Москаляку, Нагиляку, то есть русских на виселицу. Их лозунги, их герои, лидеры украинской повстанческой армии. Той самой, которая в годы Великой Отечественной сотрудничала с нацистами. Организация признана экстремистской и запрещена в России. Этот марш в честь 76-й годовщины ее создания. В Толпе была замечена группа от немецкой ультраправой политической организации «Третий путь». Во главе колонны люди в военной форме, участники АТО в Донбассе. Некоторые пришли с детьми. Лица многих в факельном шествии скрыты под балаклавами. Они называют себя новой элитой и пытаются навести в Киеве свои порядки. Кому яку? Кому яку? Кому яку? Кому яку? Памятники январскому восстанию и генералу Николаю Ватутину, армия которого как раз освобождала Киев от фашистов в 43-м, в разгар праздника штурмовали с железной лестницей и кувалдой. В этот раз разгромить их помешала полиция, но вот по другому адресу опоздала. Офис организации «Украинский выбор права народа», руководитель которой Виктор Медведчук со стороны Киева отвечает за обмен пленными в Донбассе, забросали камнями и фаерами, выбили стекла и пытались взломать дверь. В тот момент внутри здания находились люди. Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению «Украинский выбор права народа» и партии «За життя» за их принципиальную позицию, направленную на установление мира в Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ. Неспокойно весь вечер было у Киева-Печерской лавры. В обители полиция задержала больше сотни парней спортивного телосложения. При обыске у некоторых нашли ножи. В это время в лавре молились верующие. Это величайшее кощунство. И мы свидетели его. Для того, чтобы добиться каких-то процентов на выборах, каких-то там, скажем, рейтингов, церковь Христа, которой 2000 лет, люди пытаются использовать. За этим очень много. Может и кровь за этим стоять. И раскол православной церкви, мировой. Все может быть. И только ради одного. Ради денег, ради власти. Прихожане до ночи стояли у стен лавры, чтобы защитить ее от захвата. Угроз, которые поступали от радикалов, здесь опасаются до сих пор. Валентина Соловьева, Дмитрий Синицын, Наталья Литовка, Первый канал.